Подождитесь, пожалуйста, чтобы в этот вечер есть ли какие-нибудь вопросы, высказывания или пожелания явных. Ну, давайте напомним себе, где мы находимся. Значит, мы ввели более-менее окончательным образом главные предметы нашего изучения. Мы, если вспомнить название нашего курса, объекты двойственные главным предметом. Сегодня будет прояснено, надеюсь, почему, почему курс называется гомология, а мы пока, значит, мы занимаемся основным гомологиями. Значит, ситуация была такая для произвольного топологического... Ой, простите, я не производим пока. А... Для топологического периода Х, который был геометрическим реализацией... Символициальной схемы ВФ, мы строили... Я пишу стрелку нестандартного вида, сегодня у нас уже стрелки и стандартного вида тоже, и я напомню, что они значат. Ну, давайте все-таки введем такую категорию градуированных абелевых групп. Ну, которые мы обозначили вот так вот. Почему тут такие неуклюжие и неокончательные обозначения? Ну, я скажу, я напишу это следующим образом. Вот. Множество... Я использую такие двойные скобки, которые мы всегда используем для обозначения множества объектов категорий, но это логическое понятие сформировалось задолго до образования понятий категории, ну, там, за полвека, по крайней мере, за полвека до этого события. Поэтому категорные свойства символициальных схем числа позже. Ну, я могу это только написать неформально вот такая, что она плохая, так сказать, категория. В каком смысле она нам не нравится? Ну, в том, что категория, с помощью которой строится гомология, должна достаточно адекватно и естественно и по возможности функториально отображать топологические свойства пространства. Может быть, здесь у меня чтобы было иначе поступить, если у нас есть х. ну, давайте рассмотрим, что при этом, как его положено рассмотреть, как топологический объект категории топологических пространств, и, в конце концов, мы его отображаем в грудулированную грудулированную амирогруппу. Значит, это значит, что у нас просто пары давления в секторе цивили. И сегодня, кажется, в теченичной инфекции, у нас коэффициенты будут целыми числами. Я это буду, как договаривались, всегда отмечать, но иногда возникают сокращенные обозначения. И вот, чтобы это определить, нам надо в счастливых случаях построить, реализовать х как геометрическую схему какой-то, а иначе, двигаясь против стрелки, реагулировать топологическое пространство. Ежи оно допускает реагуляцию, но, может, когда оно достаточно хорошее, при этом плане реагуляция допускает. И потом уже вот эта стрелка заверна хорошо. И потом отдельная проблема, которая мне касается, я только сегодня делал объясню, почему мы уверены, что результат, что гомология топологического пространства, гомология полиэтра не зависит от реагуляции. Но пока от меня, пока звучала только неконструктивная критика. Значит, давайте я перечислю пути спасения. Это не значит, что теория наша плоха. Это значит, что она требует существенной доработки или существенной модификации, которая и была произведена в сравнении с первоначальными определениями. Нас для нашего курса интересует дальнейшее усовершенствование этих определений, применимое к объектам геометрии, и в целом я постараюсь показать, что этот путь, скорее всего, еще не завершен. Ну вот, к окончательной, пунктуриальной картине гомологии топологического пространства мы пришли, и в течение сегодняшней лекции она будет прияжена. Это будет сингулярная гомология, как в большом мире написано. Но, скажем, в 30-е годы такой теории еще не было. И математики с 30-х годов могли только мечтать о будущем десятилетиях, когда ситуация настолько прояснится. Вот мы примерно в такой же ситуации сейчас находимся относительно к гомологии алгебрологических многообразий. Тем не менее, у нас гораздо больше, чем ничего в руках, но в этом дальнейшем все прояснится. А пока может быть в качестве такой небольшой исторической модели мы проходим историю определения современных гомологических теорий. Ну, еще, наверное, немного сбегая вперед, я повторю такое мнение, которое часто встречается в книжках по топологии, которое заключается в том, что определение гомологии на самом деле никакого значения не имеет. Дело в том, что существует аксиоматика, и она еще не будет упомянута Эрленберга, Стиверга Эрленберга, и его надо удовлетворить в небольшом количестве аксиом. Есть много теорий, и много определений, которые ему удовлетворяют. А реально следствие выводится из аксиом. Но тем не менее, мы не можем работать с чистыми аксиоматическими теориями, не показывая, как они устроены. Так что хоть какую-нибудь теорию выбрать надо. Теперь какие спасения перечисловки они сегодня будут названы? Во-первых, совершенно неочевидное спасение – это переход от объемтов к парам объектов. Значит, это и такое совсем неочевидное действие науки, или симплециальных схемы. Но мы с вами вообще, говоря, даже не определяли никаким образом Добрый вечер. И мы не определяли категорию симплециальных схем, и никогда этого делать не будем. Ну, потому что естественное определение заключается, разумеется, в том, что морфизмы – это отображение одной симплециальной схемы, другое – это отображение вершин, которые грани переводят в грани, и тут же оказывается, что морфизма безумно мало, и они уж совсем не отражают тонологию геометрической реализации. Но это почему-то тарины договоров с симплециальной схемой образуются плохой категорией. Вот, пары, то есть мы не определяли морфизм, но пары мы, естественно, определим. И тут ситуация окажется гораздо лучше. Вот. Но всё равно такое, значит, главное преимущество симплециальных драмологий перед другими – это его такая полная конструктивность. Ну, скажем, реализуемость на компьютере, при том, что никаких интеллектуальных усилий прилагать не надо. Просто получается некая громоздкая задача, но это определение вообще в случае комбактов относится к конечным математике, и инварианты являются в каком-то смысле верхонаблюдаемыми. Вот. Но, значит, чтобы теория называет себя хорошо, надо, оказывается, рассматривать не только реагуляции, но и системы их неограниченных измельчений, и потом надо уметь перейти к пределам, к соответствующим образом определенным пределам по этим измельчениям. Это будет изложено лишь достаточно бегово упомянуто, потому что основа этой конструкции будет производиться в двойственной конструкции и с когмологией, там же, где будет основное нетривиальное обобщение теории когмологии, которое вот сработало пару десятилетий назад от алгебраической геонитрии. Вот измельчение. Это такое очень важное спасение. Вот. Ну и два других я только упомянул. Ну, да, значит, сингулярные томологии. И такая тоже несколько странная конструкция, но, по крайней мере, меня она в моих юности удивляла. Меня удивляло то, что по топологическим пространствам строится вполне алгебраический объект, который мы сейчас превратим в саму конструкцию в нежнечно-функториальное. Вот. И почему-то переход к двойственным объектам, который, скажем, в случае, когда коэффициенты берутся в поле, вообще связан просто с переходом к двойственным пространствам. Но вот почему-то теория существенно улучшается. Ну, то, что было сказано до сих пор, это просто маленький обзор того, что будет. Вот. И, значит, давайте вернемся по этим списку. Ну, к сожалению, готовясь к этой лекции, я пришел к выводу, что по стандартам соблюдения той системы обозначения, которая была введена до сих пор, быстро приведет к нечитаемости и невоспринимаемости. Поэтому, ну, давайте примем такое. Вот. Не строгое, но распространенное решение. Вот. Не будем особенно разлучать пары и их реализации. Так что объекты мы будем обозначать одной, каждое логическое пространство мы будем обозначать одной буквы. Типологии, вот, со времен классиков, с тем, когда и их реализация, принято такая пара букв, ну, может быть, не пара букв, не обязательно, именно этих. Ну, вот так во время принято коэффициенты обозначать буквами из начала алфавита, а не известно из конца. Так, и в 25-й области типологии принято думать о большом пространстве Х и о маленьком А. В нём, вот я на уровне картинок, этими значениями буду пользоваться. И, кто надо сказать, не надо думать, что как в районе А это что-то более постоянное, чем Х. Ничего подобного. Именно цель для внимания вносится главный объект, это пара экологических пространств. Значит, другое важное замечание, особенно для тех, кому у нас большей аудитории нет, кто с презрением относится к абстрактной чпухе, Категорным просмотрением и отказом покойный Владимир Ильич Арнольд просто свирепел при упоминании пустого множества. Однако абсолютная типология в эту картину вкладывается именно за счёт того, что маленькому пространству разрешается быть пустым. Вот тогда, значит, пара экологических пространств которая состоит с одним экологическим пространством. Так вот, что касается такого беззакония, которое происходит на левой доске, значит, я не буду уточнять определение пары симплициальных схем, но оно как раз в отличие от морфизма, ну, то есть, как и морфизм, оно очевидно, но при этом оно содержательно и полезно, значит, как это надо себе представлять. Давайте я её вкусно проговорю. На комбинаторном уровне, разумеется, симплициальная подсхема – это подмножество вершин, ну, и каждая, каждая грань маленького, маленькой схемы должна быть гранью большую. Вот что такое пара. И теперь мы, всё-таки исходя, теперь введём относительные, значит, главное, что тут возникает, это относительные цепи, – это установка, фатор пространства, большого, больших цепей, по малым цепям. Вот, которые, ну, тоже не будем тратить время на выписывание того, что такое граничный оператор. В относительных цепях цикл и границах автоматически образуются относительные гомологии, которые обозначаются вот так и сумма А, З. И теперь главное, абсолютно главное действующее лицо в любой гомологической теории, и причина того, что я многие вещи пропускаю, а вот это, то, что сейчас подчёркиваю, не тратясь, это точная гомологическая последствия. Давайте я делаю. Напишу словами. Извините, а там X по A и B? X по A. Вашел по маленькому. А чём проблема? Вашел по маленькому. Ну да. Я думаю, я не делал, что это не так, то что нет. Нет, нет, нет. Просто, ну, как, ну, просто X по A, ты думаешь, как можно спутаться X от этого, прохоризованного? Дело в том, что X и A – это логические пространства. На самом деле спутать. И спутать это правильно, но в данный момент мы это используем просто как обозначение. Значит, мы... Всякие видеоучрековые упражнения ведёт граничный оператор в относительных цепях. И это такое обозначение для... Не очень принятое, что иногда пишут X, A. Значит, эта черта в данный момент играет роль знак претенания. Вот. Но, вообще, ваше отмечание за пациентом правительства через несколько минут мы научимся перепутывать X, 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 A, так что, вроде, фактора X, A. Хотя, аллентарические навыки здесь скорее сбивают с толку. Вот. Но, значит, главное действующее лицо такое векая последовательность. значит, определяется H капля маленького... Ну, опять я практически не буду изучать маленького пространства, или маленькой символициальной схемы, вкладывается в H капля большого, Z. Потом отображается... Давайте я здесь пока... мы заточим. Оно отображается... чисто... алгебраическое... понятие... вот в этом... относительно... кармологическую группу, и, наверное, наименее... наиболее нетривиальный... оператор... давайте я вам напишу... пожигнением... эээ... ну... как он называется... связывающий... эээ... гомоморфизм... connecting... хомоморфизм... но мы его, наверное, никак особо не будем называть... часто обозначается только у них буквы вроде... для этого... но главное, что он нас отображает... его... предыдущий... гомологин... ну... и... и так далее... значит, после... иногда... удобно... нам... последнюю стрелку... такой... сбитой... изобразить... и тогда здесь... будет... всё... повсаляться... взгляды... раздельных... а потом... как в К-1... скажи... Написано, и мы сейчас вступим в геометрический смысл того, что написано, почему я считаю это центральной конструкцией теории. Дело в том, что, как я сказал, гомологии лучше всего определять аксиоматически, и эта аксиома существования точной последовательности является центральной. Но, в общем, главной, неочевидной аксиомой, если спросить, чего мы хотим от теории гомологии, то мы ответим на всякий вопрос, что гомология точки тривиальная, это такой-то функтор, так он себя ведет при непрерывных отображениях пар топологических пространств, а вот эта аксиома такая скрытая и, опять я повторяюсь, является центральной. Теперь тайна всей теории, скорее теории гомологии, чем гомологии, заключается в том, что эта последовательность такого же вида, ну, иногда ее называют также гримной точной последовательностью, потому что в кокопологических теориях она обычно возникает из коротких точных последовательностей, она играет ровно такую же роль. Оказывается, огромное количество разных кокопологических теорий, ну, по крайней мере, вот тех, которыми мы будем заниматься, а еще теории, возникающие в абстрактной алгебре, теории групп, алгебр-ли, ассоциативных алгебр, они все обладают вот гомологическими длинными последовательностями. И дальше происходит, в начале теории происходит некое волшебство, которое заключается в том, что если потребовать наличия точной последовательности, то теория сама собой этим окончательно определяется. И мы с вами с этим будем работать, надеюсь, что на следующей лекции через одно, когда перейдем к пучковым кокомологиям, гораздо лучше приспособленным для абстрактной алгебраической геометрии. Итак, точная последовательность, длинная точная последовательность будет тоже играть там очень важную роль, но здесь это единственный случай, когда мы можем неочевидные элементы ее увидеть. Давайте так и сделаем, для этого мне что-то придется обозначить связующие, гоморфизы, например, буквы дельта. И как же это обычно рисуется? Вот так, значит, вот у нас есть большое пространство Х, вот в нем есть маленькое пространство А, и давайте поймем, что такое цикл УФЦ у нас нетронутая, цикл из вот этой самой группы гомородки. Еще раз повторяю, мы ее просто так обозначили. Значит, это называется относительным циклом, и смысл его заключается в том, вот он цикл, мы его, конечно, очень шимволически так рисуем. Суть этого цикла в том, что он не настоящий цикл, его граница не ноль, как у человеческого цикла, а его граница лежит в А. И вот, ну то есть мы взяли, давайте вот так вот, это относительный цикл, а мы взяли его представителя. Вот, и теперь-то, наверное, удобнее будет нарисовать связанную картинку. Давайте представим себе, что цикл, ну какой-то такой глумерный, простите, я рисую плохо. Цикл глумерный, вот представим. Относительный цикл С, это такой вот колокол, но это даст нам возможность написать, что тут лежит дельта С, это гомологический цикл в меньшей размерности, дельта, вернее, класса С, простите, я боюсь, что ничего не видно, дельта класса С, вот этого вот, есть просто ДС. Значит, это никакой не... Это не значит, что это граница, это цикл предыдущей размерности в меньшем пространстве. Вот, таким образом мы нарисовали то, что происходит. Ну, я сейчас, конечно, очень не точно это всё изобразил и ни разу не определил, но, значит, эта картина мне кажется настолько важной, что мы сейчас более подробно рассмотрим пример, где, или, точнее сказать, класс примеров, где всё будет прорисовано окончательно и связано с конструкцией, которую мы на последних лекциях обсуждали, а именно связано с детскими рисунками. так... Ну, я, пожалуй, сохраню общую картину, и теперь у нас уже будут настоящие топологические пространства. Давайте посмотрим, насколько превращается наша точная посредственность, когда мы имеем дело в том числе по данному ищут х1. Да, я теперь рассмотрю даже тройку, тут можно рассмотреть парку, Две пары, но 0-3-1, значит я напомню то, что я всегда набегу, как говорил в этом курсе, детский рисунок. Это такая тройка, давайте сейчас аккуратно напишем все, x0 конечное множество, x2 компактная ориентированная поверхность, вот, а взаимоотношения определяются тем, что x1 это граф, и определим x чуть-чуть нестандартно, заполнение до x0, тогда должно быть гомеоможно объединение интерворов, это вот такой своеобразный способ сказать, что x1 является графом или топологической моделью графа, и, в свою очередь, дополнение x2 до x1, ну, лучше сказать, лучше написать гомеоморфно, гомеоморфно и звездному объединению дисков. Ну, было не очень легко, наверное, проследить за моим первым рассказом о комплексе Харрера Цагира, в котором эти объекты играют основную роль, но вот сейчас мы о них с чисто гомологической позиции поговорим немножко конкретнее. Значит, разумеется, длинная гомологическая последовательность вовсе не бесконечна в случае конечномерных объектов, ну, и в нашем случае она начинается от 2, вот, 1, z, и мы сразу скажем, что это 0. Почему 0? У графа, у одномерного объекта нет нетривиальных вторых гомологий. И этот номер вкладывается в H2 от x2, z. А тут мы знаем, что это такое. Значит, это у нас связано... Связано в H2, я вам слуха не сказал. Номер 2, x2, это связанная ориентированная поверхность, и потому мы знаем, что вот ее старшая гомология, это z. Вот дальше идет интересный объект. Вот H2 от x2 по x1, z. И тут мы немножко прогнемся, чтобы его описать и развить тот комментарий, который был дан по поводу того, что дробь такую можно спутать с чем-то. Ну, у нас нет возможности повторять содержание больших монографий по топологии, где все это расписано подробно. Ну, и я, несколько забегая вперед, буду сейчас использовать то, что у нас начнем фигурирует в следующем разделе, то есть определение гомологии без всякого... ...бельчайки в треангуляции, а непосредственно по... ...топологии... ...определение непосредственно по топологическому пространству, причем производит. И вот я упомянул факт, который мы сейчас немедленно иллюстрируем. значит, а в каждой давайте в общих обозначениях, код x на a, z. И тут я действительно попал немножко в собственную ловушку, потому что я не знаю как обозначить то, что я хочу сказать. Значит, этот факт заключается в том, что... дает словами напишу x равно x, а в каждой, вот x со стянутым... ...стянутым а. Я все это время забыл, забывал сказать, что... ...ax это не произвольная пара топологических пространств, а как если бы она произошла из двух симплициальных схем, то а было бы замкнуто в x. И мы это всегда предполагаем. Когда строим гомологическую теорию пар, значит, мы предполагаем, что маленькое топологическое пространство замкнуто в большом. И вот, ну, там, даже более топологическое пространство можно втянуть в точку, но, там, если оно не было замкнуто, то топологическое факт от пространства будет плохое, не отдельное, а если мы замкнутое пространство, по увеличенному пространству, то есть стягиваем в точку, то получается полное человеческое пространство. Ну, и оно так обычно и обозначается только со классом, вместо, там, черты-дробием. Вот, x со стянутом а, z. Вот это такой общий, глубокий топологический факт, который, там, в зависимости от принятой теории гомологии отдельно доказывается, и мы его заимствуем из литературы. Зато в данном примере мы стараемся понять, что собой представляет эта группа относительно гомологии. Итак, мы взяли граф на поверхности, давайте вам нарисуем что-нибудь такое, нарисуем граф, который, вот, будучи, когда мы его вырезаем, значит, все на свете стянется, там разные, может быть, вещи. Например, от стягивания этой петли топология никаким образом не изменится. Полезно, может быть, просмотреть, простить непрерывный пример, сторон. Вот торг, вот, минимальный детский рисунок на нем. Такие две образующие гомологии, когда мы стянем одну нарисуем, стянем один цикл, мы получим вот такую вот вещь, вот этот стянули, от этой точки остался вот такой вот. Этот стянули, этот остался. Ну, когда стянем его, получится фиан. Получится фиан, потому что, иначе, этот рисунок можно себе представить, как то, как квадрат со скрыленными противоположными ребрами. Вот он, детский рисунок. Здесь виднее, что тогда на его стянули границы в одну точку, то получилась сфера. Вот, ну и довольно-таки полезно, давайте это напишем отдельный такой, как сказать, топологический факт, x2. Вот теперь давайте уже эту дрожь использовать как обозначение для факта пространства, большого пространства по-маленькому. И, значит, главным стандартным топологическим разрешением это букет, букет сфера. Но мы в свое время используем географическую терминологию для этого. Значит, каждый диск, это у нас страна, и вот, значит, случилось, предположим, что на планете случился какой-то такой катаклизм, который все границы всех стран стянул в одну единственную точку. Что на этой планете? Останется внутри страны, ничего не изменится, но только выход на границы заменится на выход к одной единственной точке. Значит, картину сейчас придется стереть, чтобы осталось место для элементов длинной точной последовательной эстонии. Вот. А каково? Раз-два от букета сфер. Давайте, может быть, здесь напишем поскольку у нас двухэтажная запись, то мы можем здесь нечто нарисовать. Ну, это уже нарисование, мы сбоку нарисуем, что вот у нас этот экологический объект представляет собой букет соответствующего количества сферы. и его гомологии, значит, вторые гомологии видят сферы, очевидным образом. Тут нам полезно подумать о процедуре триангуляции. Каждую сферу мы можем триангулировать, и вторые гомологии не заметят того, что несколько триангуляций сфер склеились по одной точке. вот, так что вторые гомологии заморожены, в какой же степени, как бы это сказать, количество стран. Ну, давайте я использую те обозначения, которые упоминались. Ну, у нас уже состав большой, значит, мы еще будем возвращаться к детским рисункам и к пониманию гомологии гомологии пространственных модулей кривой с помощью, и вот мы фиксировали такое обозначение, так как будет проще всего, N большое, всегда в этой науке это количество стран. Вот каждая страна в этой самой, в планете с стянутыми границами дает свою сферу и свою образующую группу гомологии. Наверное, полезно при этом вспомнить, что у нас вся поверхность была ориентирована, так что ориентация сохранилась на каждой сфере из букета или, иначе говоря, ориентация внутри страны сохраняется. То есть мы понимаем, что такое, так сказать, поворот через левую плечу даст пристегивающих границ, поэтому в каждой из, в каждом плане, прямо здесь, в этом законе, выделено образование в данный момент, это нам, может, и не очень важно. А мы теперь посмотрим, что такое здешняя Дельта, здесь Дельта, уже абсолютно содержательный и важный гомоморфизм, тут уже вот в нашей, в нашем восприятии это граф, состоящий из границ страны. Что он собой представляет, мы это знаем. Ну, давайте в тех же обозначениях напишем z в степени n маленькая. n маленькая у нас означало количество ряда в графе, определяющим детский рисунок. Ну, вот, здесь как раз надо посмотреть, что такое Дельта, но интуитивно вы себе, я надеюсь, представляете. значит, у нас наша от два относительного пространства порождена, можно сказать, государствами, и, согласно вот той не очень знаменитой картинке, которую я стер, элемент относительных гомологий, это как раз взятие границы. Итак, вот эта Дельта каждой образующей границы сопоставляет обход вдоль обход вдоль ее границ. Такой специальный цикл. специальный цикл. И, на самом деле, сейчас мы это проверим. h1 от x. Да, и геометрически совершенно очевидно, что в данном случае этот связующий гомомофизм это ноль. Потому что каждый кусочек границы у нас тут важна ориентация. Каждый кусочек границы ориентированной он проходит вверх. У нас поверхность без края. Значит, он является участком границы того, что лежит слева от него И... Сейчас, сейчас, одну минуточку. И справа издох отсюда следует... Ничего, отсюда прошу прощения. Прошу прощения это совершенно неверное утверждение, что дельта равно нулю. Верно ли, что сумма что сумма образа вот то, что я нарисовал здесь говорит лишь о том, что сумма дельта образа образующая равна нулю. Больше это ни о чем не говорит. Вот. Ну и дальше остается это последовательно закончить. Значит, H1 отображается тоже H1 уже от большой поверхности. В данном случае мы все элементы знаем. x2 z это у нас z в степени 2 g гомологии мы будем больше всего работать. Значит, это среди в случае когда их два не просто топологическая поверхность а комплектная римная поверхность самая интересная структура происходит в ее средних гомологиях а именно в А1 которая вычитывается единственный топологический вариант поверхности рот вот значит, дальше идет А1 от того же самого от букета сфер и тут мы с полным удовольствием отмечаем то, что к сожалению не было кажется подчеркнуто что первые гомологии обсуждались нулевые средние и старшие а еще есть первые гомологии которые являются отдельной ионизацией то есть характеризацией по коммутаторам фундаментальной группы топологического пространства и в данном случае сфер она тривиальна и H1 тоже тривиальна вот здесь точная последовательность началась там она закончилась ну вот я сейчас единственный комментарий к ней добавлю заключающий в том что мы одно геометрическое следствие знаем даже поскольку это ноль вот этот посредний морфизм является сюрептивным и тем самым мы знаем что по крайней мере n больше или равно 2g вот на то ли мы это видим значит одним циклом нельзя рассечь тор да следствие давайте написано следствие одним циклом нельзя рассечь тоже на диске а вот двумя можно такая картинка недавно здесь была ну в случае 2 тоже не так уж очевидно но значит экономно всего рассматривать эти рисунки одной вершины ну вот значит ну я нарисовал три цикла но это политический факт который может быть не так уж легко установить непосредственно по крайней мере непонятно из какой математики он вытягает факт заключается в том что требуется по крайней мере количество дуг количество рёбер графа в детском рисунке это по крайней мере удвоенный рот рот дает оценку снизу на размерности клеток комплекса хавера цегера если кто-то помнит о чём идёт сечь но мы поедем через метро время к этому вернёмся так хорошо и теперь давайте выясню есть вопрос по поводу этого понятия понятия длинной гомологической последовательности она скоро превратится в когнологическую ну тогда давайте к следующему обратимся к следующему способу к следующему усовершенствованию теории значит никакому он кавле начинавшему работу с гомологическими инвариантами наверное эта конструкция не могла присниться и в самом страшном сне потому что мы получаем наблюдаемые инварианты топологически пространственно наблюдаемые то есть со всеми свойственными конечностями о которых можно мечтать но проводим их через огромные промежуточные конструкции значит называется этот отдел сингулярные гомологии гомологии ну и давайте сразу скажем каков статус того объекта который мы будем строить значит мы договоримся навсегда изредка изредка с каким-то дополнительными пометками обозначаем разные группы гомологий и когомологий буквами аж с низкими индексами для гомологии с верхными для гомологии теории теории будут разные вот и это просто объект определенный для ну я вот так назначаю функторы как известно для абсолютно всех произвольного топологического пространства что совершенно не значит что значение этого варианта будет осмысленным для произвольного топологического пространства например наивная надежда на то что раз для нас хорошо сработала топология зарискова в абстрактных алгоритических многообразиях над произвольным полем так может быть получатся хорошие гомологии из них нет ничего подобного гомологии основанные на топологии зарискова совершенно тривиальные в прямом смысле слова они все нулевые в этой конструкции так что она определена для любого топологического пространства а смыслные результаты дает для тех но тем не менее это настоящий функтор со значениями градуированных адресов группах но я напоминаю что это означает что реально аж гомологические функторы есть сумма аж 0 аж 1 аж 2 и так далее и соответствующим образом устроен образ образ этого функтора вот как же он определяется как во всех предыдущих и последующих теориях мы начинаем с конструкции цепей и вот это и есть такой необъятный объект строящийся по любому типологическому пространству а именно устроен он так значит группа цепей К цепей пространства топологического пространства Х с коэффициентами Z есть по определению прямая сумма по чему по тому что называется сингулярные симплексы сейчас мы это определим значит ну всегда в этой науке средство означает непрерывное изображение вот эээээээээээ сингулярные симплексы Давайте нарисуем это стандартные симплексы для этих капель, простите, разумеется. Это стандартные симплексы в К плюс одномерном пространстве. Например, о них удобно геометрически думать как о выпуклой оболочке, замкнутой выпуклой оболочке, каплю с одной точки в общем положении. Но у нас нет причин, ну как-то произвольно рассматривать этот симплекс в линейном пространстве. Значит, размерность его изменить нельзя, чтобы точки были, а нет, просто можно куда-нибудь спроектировать, просто удобнее всего. Значит, вершины этих симплексов это точки, у которых одна координата 0, одна координата единица, а все остальные нули. Вот это такой треугольник и так далее. Тетради уже надо рисовать в четырехмерном пространстве. Вот это топологическое пространство с важной дополнительной структурой, которую мы обсуждали. Значит, это ориентированные симплексы. Ну как в нашей флотологии можно рассматривать не ориентированные, все определение короче, но тогда надо в качестве группы коэффициентов брать, или кольца коэффициентов, придется брать поле из двух элементов. А здесь симплексы ориентированные, и значит, это вот что. Например, у этого симплекса мы берем, обозначаем его вершины вот так вот, В0, В1, В2, и рассматриваем этот симплекс вместе с его ориентацией, ну, который можно определять многим разным способом, но мы будем определять, в том случае, того, тех введенных квадратных скобок, которые фигурировали на прошлой лекции. Значит, для определительного, прошу прощения, за независимую формулу, значит, сами такие объекты называются сингулярными симплексами. Как это объясняется, значит, представлять их себе надо. Вот так вот, то есть геометрический образ, ладно, образ существенно изменился по сравнению с реангуляцией. Во-первых, мы на иксе, на произвольном топологическом пространстве, и не думаем, рассматривать ничего вроде какого-нибудь кусочек, какого понятия отрезок там, или треугольник, или прямого треугольника, в произвольном, вероятно, в произвольном топологическом пространстве, разумеется, нет. Значит, это, во-первых, то есть можно считать, что это кривой симплекс, а во-вторых, никто абсолютно не говорит, что это отображение какое-нибудь там невырожденное, или вложение, но совершенно произвольно, это, оно порождено произвольными непрерывными отображениями, которых этот стандартный симплекс может как угодно сжимать. Значит, разумеется, да, я опять не дописал формулу, то значит, это просто образующая, соответствующая группа цепей, но она называется группа сингулярных цепей. Вот, и разумеется, сама по себе она нам не очень-то нужна, она нам гранична, нужны нам граничные операции, которые, которые уже те, кто вникли в наши предыдущие рассмотрения, понимают, как определяются. А именно нам достаточно сказать, куда переходят образующие, и тут мы распространяем наше понятие ориентированной границы симплексы на сингулярные симплексы, значит, на это по-русски лучше говорить, кривые симплексы, а именно наш дифференциал отправляет каждый сингулярный симплекс сигма в сумму разумеется по и от нуля до ка, как всегда, здесь стоит минус единица в степени и, тем, чтобы для кривых симплексов, я впервые произношу это слово и понял, что по-русски гораздо более правильное слово кривой симплекс, чем сингулярный симплекс. Вот, значит, для этих кривых мы имитируем то, что рисовали прямыми линиями симплециарной теории, но тут надо немного поговорить о том, что собой представляет этот вот, значит, что такое граница симплекса, ну, воспользуемся картинкой, которая есть, значит, у нас, пусть у нас вот этот вот кривой симплекс, его граница – это сумма ориентированных симплексов, вот только надо понять, что граница стандартного симплекса состоит из-за тоже стандартных симплексов меньших размеров, вот как здесь нарисовано. Вот, и тогда мы опишем, это, значит, просто образование сигма, но границу мы изобразим так, поскольку мы ввели их обозначение для вершин, значит, хитроя вершина, просто вершина, у которой на хитом месте стоит единица, а на остальных – ноль. Вот, значит, хитрою пропускаем, и так доходим, значит, получаем в виде границы кривой симплекс, состоящий из суммы, суммы кривых симплексов размерностей на единицу меньше. Разумеется, все это имеет смысл, и проверено всюду, и рекомендуется всем проверить, что значит, для карты, кто дальше у нас будет, dk-1, значит, dk-1, скомпонированная, для карты, равно нулю, но, и теперь, по-моему, все остальное, не писать, все остальное, что имеет, отношение к этой конструкции не описать, значит, относительно этих операторов определяется подгруппы циклов, ядра соответствующих граничных операторов, лежащие в них подгруппы границ, и фактор по ним объявляется гомологиями. Уже видно то, что из этих чудовищных по мощности, там, по невозможности явных вычислений в группах образуются абсолютно конечные объекты, еще раз повторюсь, для хороших пространств. Что касается плохих пространств, мало ли, что тут может быть, есть теория бесконечно мерных многообразий, когда эти томологии определены, но иногда не конечные поражены, но вот на уровне определений это вот, законченный объект, и в отличие от ситуации с симплициальными схемами, его функториальный характер совершенно очевиден. Сейчас я секунду подумаю, надо ли что-нибудь расписывать. Ну, давайте все-таки, поскольку у нас до сих пор никаких непрерывных отображений пространств не фигурировало, значит, пусть у нас есть непрерывное отображение топологического пространства. Опять, не обязательно писать, что оно непрерывное, поскольку это морфизм, мы понимаем, что речь о категории. Да, значит, хотим мы сказать, что это определяет индуцированный морфизм, но иногда рассматривать его компоненты. Немножко мешает звездочка здесь приписывать разные компоненты. Ну, как он определяется, очевидным совершенно образом, класс сигмы. Тут нам действительно не надо указывать ее размерность, в какой, ее прогулировку, точнее, принято говорить, нам не важно, в какой компоненте она лежит, но давайте, наверное, все-таки шканик нарисуем. Вот здесь у нас есть х, и отдельный есть икрок, есть f, и есть сингулярный симплекс здесь. Конечно, мы знаем, что с ним сделать, надо его с отображением и перевести в другой, измножить еще более сингулярный, я признаю, что фраза имеющая точное это смысл, в еще более сингулярный симплекс в распространстве игр, то есть класс сигма переходит, разумеется, в, значит, давайте еще здесь нарисуем стандартный симплекс, нарисуем букву сигма, которая у нас не возникнет, не останется, точнее, минимум, если в сравнении в том, в каком порядке писать буквы, значит, f на симма. Ну, в соответствующей теореме о том, что это пункт есть масса всяких проверок, ну, я бы, наверное, рекомендовал всякому человеку, который собирается заниматься такого математикой, раз, в жизни, аккуратно, аккуратно провести все формальные проверки, наверное, особое внимание подверяем тому языку, на котором формулируется проверяемое отвергождение, к тому, что он еще в стадии развития и становления, мне кажется, что мы более-менее подобрали подходящие обозначения и все автоматические проверки достаточно лепкие. и так вот, получили функтор, какой хотели, но я сейчас опущу ту же самую последовательность, которая уже конфигурировала, точную гомологическую последовательность, значит, это определение очевидным образом распространяется на относительные гомологии и даже самая точная последовательность устроена, как выше, имеет место. Значит, на первый взгляд, ну, как и в простом случае, почти все задачи, которые стоят перед построением гомологической теории, решены. Вроде бы, есть такой функтор. Так, скажите, пожалуйста, можем ли мы пропустить то, о чем все пишут на этом месте. Точнее, давайте, я спрошу вас, то есть, попрошу поднять руки те, кто знает, как сам факт существования теории сингулярной гомологии прилагается к теореме Брауэра по неподвижной точке. Примените, пожалуйста, вот те, кто знает, ну, одна рука, давайте я быстренько это подскажу. Значит, впечатление это может произвести на тех, кто когда-нибудь читает старые книги. я понимаю, что это происходит все реже реже, мы все реже ходим в физические библиотеки все чаще пользуемся интернетом, где, ну, есть, на самом деле, старые книжки, но не все. Вот. Я лично все это учил в студенческие годы в трех библиотеках МГУ, Ленинке и так дальше, библиотеки иностранных 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 старых книг держал в руках и теорему Брауэра по неподвижной точке, ну, там сложные доказательства занимают несколько страниц. Я все-таки вот хотя в части слушателей это известно, сейчас действительно это рассуждение господина виду, потому что оно такое эффектное именно из-за функториальности. Значит, о чем оно говорит известная БН замкнут ДХ Шар и есть ФБН в себя, то у него есть неподвижная точка. Я записываю это в обозначение, которое позволяет избежать наименования этой неподвижной точки. Как же это доказывается? Доказывается сведением к другой топологической теореме. значит, пусть нашлось такое Эт, что множество в ее неподвижных точек пусто, тогда просто я рисую для Н равного двум. Тогда значит в шаре В2 возникает вот такое вот поле. Значит, если это у нас точка Х, а это Ф под Х, то мы продолжаем эту стрелочку, продолжаем до сюда и обозначаем ее ФИ под Х, и мы получаем отображение. Ну давайте в общей разводной разметности напишу ФИ отображение В Н В Д В Н Значит, это у нас сфера и если мы отображение ФИ на границе шара шара очевидным образом торжественным. Смотрите на картинку и вы в этом убедитесь, а также убедитесь в том, что размерность тут совершенно причем. То есть если мы двумерный шар, то имеем ввиду любой, вот, и если мы к тому же и обозначим вложение границы шара шара, то иначе говоря, шар оказывается, что в наших предположениях, которые мы собрались подвести противоречию границы шара шара иначе диапракт 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 ха иначе говоря, существует значит, фи на и есть соответственное отображение сферы. Значит, вот эта формулировка предпочтительней предыдущих, потому что она наиболее функториальная. И стоит, конечно, применить к ней звездочку, то есть рассмотреть гомологию, рассмотреть, как эти два морфизма действуют на гомологиях, ну, как им нравится, на всех гомологиях или на старших гомологиях, на всех, кроме нулевых. И значит, мы получим такую дарится на старших посмотрим, H N от B N Z из малой сферы в сферы. Прошу прощения, N-1 надо рассмотреть так же. N-1 B N Z и потом обратно, ну, у нас достаточно громоздкие обозначения, это следает в какие-то минуты, но зато немножко снижает опасность не до понимания Z. Вот. И, значит, тут у нас есть I со звездочкой, здесь у нас I со звездочкой, здесь должна нам все, ну, давайте напишем раз в жизни I со звездочкой на I со звездочкой. Вот тут есть общепункториальная формула, это есть FI в крудочек I со звездочкой, и это соответственно отображено, это единица, единица чего? N-1 гомологий, N-1 N-1 сферы. Но, я строго говоря это не выводил, но мы с Вами верим общаким теориям, согласно которым сингулярные гомологии совпадают с симплициальными, а что представляется симплициальные гомологии сферы, мы упоминали, значит, они натрияны только в нулевой и старшей размерности. Вот, и тут у нас получается, что у нас так действовало отображение Z, пропустили, а тут у нас стоит 0, у нас получилась абсолютно пропорциальная картина, Z пропускается через 0, а тут тут возникает созвездное отображение Z в себя. Вот это яркая традиционная демонстрация работы функтора. В конце тоже должно быть R-1, спасибо, да. Просто доска окончается, все такие ошибки. Да. Можно было тоже самое рассмотреть. то есть вообще репартуированная сумма, значит тут еще в порядке 0,5, а в остальных происходит то, что происходит. Значит, вот, ну, мораль такая, что некоторые теоремы невозможности, теоремы несуществования транслируются с помощью функтора теоремы несуществования алгебраического характера. И при этом, как видно на этом примере, достаточно нетривиальная топологическая теорема несуществования приводит к абсолютно элементарной, очевидной теореме несуществования на алгебраическом языке. Так что, кое-что мы построили, может быть, стоит подчеркнуть одно обстоятельство, связанное с этим доказательством, которое прямого отношения к гомологии не имеет, но заключается в том, что в этом досуждении тесно и нетривиально переплетены теоремы несуществования и теорема существования. теорема о том, что шар не аттрагируется на свою границу, это теорема невозможности, теорема существенного отображения. А вот начало рассуждения, то есть сама формулировка теоремы Браура, которая по разным случайным причинам присутствовала на защитах экономической диссертации, и у них теоремы Браура подвержены точке, самые частые упоминаемые результаты. То есть это важная теорема существования. Ну, вот так они играют друг с другом, но гомологическими методами гораздо легче достигаются, устанавливаются теоремы несуществования. Ну, и мне не жалко несколько минут потраченных на этот пример, потому что в наших дальнейших рассмотрениях неподвижные точки будут играть совершенно неподвижные точки эндомофизма, с это будет не какое-то абстрактное отображение шара, шар, но в географической геометрии вообще не бывает настолько просто устроенных многомерных объектов, как шар топологии, но немного неподвижных точек, особенно в арифметической ситуации, будет играть очень важную роль, и вот можно к ним потихоньку приучаться. Но осталось у нас 10 минут, и я хочу произнести заключительные слова, которые, конечно, не будут звучать как ясные, но это план, скорее план того, что мы будем обсуждать в начале следующей лекции. Ну, позвольте высказать мое личное отношение к этому предмету, которое, по-прочему, раздавал научитель И. 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 Манин, что, как ни странно, категория топ это вообще неправильная категория. неправильная в следующем смысле слова непрерывных отображений слишком много. Надо сказать, что, когда мы используем топологическую технику логибраической геометрии, мы этого не замечаем, потому что мы рассматриваем только отображения какие-нибудь там логибраические, регулярные, или в комплексном случае уж, по крайней мере, голоморфные, то есть вот этого самого абсолютно необозримого множества непрерывных отображений из одного топологического пространства в другой в алгебраической геометрии или, скажем, в комплексном анализе мы не видим. А вот категория, которая гораздо лучше, я никогда не понимал как следует смысл ее обозначения, чтобы нам стереть. Поговорить мы на левой доске немножко займемся предварительными категорными рассмотрениями. Значит, категория лучше категории экологических пространств. Ну, разумеется, когда я говорю лучше, я имею в виду лучше, предназначенное для построения серверной гомологии и когомологии. Это категория ну, ее все называют гатематическая категория, но сокращают вот тем способом, который я сокращаю, значит, она обладает тем свойством, что объекты те же самые, с процентами, то есть произвольные топологические пространства. Ну, вот это первый, может быть, основной случай нетриверного такого категория строительства. потому, что обычные категории, с которыми там начинается знакомство с применением категории, например, вот таким, которые мы сейчас обсудили, заключается в том, ну, рассматриваются категории, которые называются конкретными, то есть это множество с дополнительными структурами, а маршизмы, это отображение множеств, в том или ином смысле уважающие эти структуры. Вот это могут быть морфизмы групп, непрерывное отображение топологических пространств, или что-то в этом роде. А вот морфизмы гомотопической категории, это уже просто множество, морфизмы гомотопической категории, отображения между из топологического пространства и гомотопической классы отображения, иначе говоря, это морфизмы топологической категории, объекты территорий, но основания просто множество непрерывных отображений, но отфакторизованных по отношению, которое есть и которое, видимо, всем присутствующим известным гомотопикам. Но опять нам сейчас придется проскочить несколько глубоких теорий, которые опять сделаны. Значит, на самом деле на гомологические функции только притворяется, что он давайте я вам напишу, он только притворяется, что он бьет из категории типологических пространств. На самом деле, конечно, мы его не будем переобозначать, он определен на гомотопической категории с тем же самым значением. Но здесь просто может быть достаточно вычеркно и длинно сформулировано очень простое утверждение, что гомотопные отображения индуцируют одинаковые морфизмы гомологических групп. Ну вот мы из этого делаем далеко идущий вывод о том, что на самом деле мы рассматриваем фунт из гомотопической категории. Ну и вот уже достижение после Гратегика и Дориния сравнительно недавно заключается в том, что гомотопическая категория в основном моим учеником покойным Володей Воеводским распространена на алгебраическом геометре, но эта работа не завершена. не вполне завершена. То есть мы смотрим на топологическую и гомотопическую теорию, как на ней образец для подражания, преисполняемся надеждами о том, что в этом роде мы проделаем гомотопической геометрии, но и существенная часть работы впереди, несмотря на колоссальные достижения. Ну и теперь на последних минут я все-таки хочу немножко вне зависимости от теории гомологии сказать, чем категория я ход гомотопическая категория хороша. В частности в случае в случаях гладких компактных многообразий, то есть идеального класса многообразий для нас. Значит, еще раз скажем, повторим, что множество непрерывных отображений из одного многообразия совершенно необозрима, там бесконечно мирно в смысле слова, а множество классов гомотопических отображений всегда обозрима и во многих случаях доказуемо конечно. доказуемо конечно. Но вот тут нельзя не напомнить, что даже проектиризм на свете случаи морфизма категории гомотопической категории из одной сферы в другую сферу это вопрос о определении гомотопических групп сфер значит известны простые закономерности когда эти группы бесконечны в этом случае они цикличны и это неочевидны всякие случаи вроде третья гомотопическая группа двумерной сферы которые нетривиальны из-за расслоения хопфа есть лопатогнионные аналоги и другие шаги красоты но в целом вот сейчас уже в разгаре двадцать первого века даже для простейших нетривиальных объектов множество морфизмов не вычислены несмотря на более чем полувековые усилия сильнейших математиков так что вот мы имеем дело с такой своеобразной ситуацией видимо все правильное определение то есть нет никаких сомнений в том что гомотопическая категория правильный объект для рассмотрения но вот что-то чего-то мы не знаем с ним работать абсолютно не умеем ну дай бог научимся ну вот наша время сегодня почти степло с точки до минутки есть ли какие-нибудь вопросы или комментарии ну мы там же в прямой стороне индекс к давить с не ошибаюсь а нет это сумма сумма именно это множество не значит карты здесь фиксированы вот суммирование ведется именно по сингулярным симплексам которые сегодня учуешь называть кривыми именно она потому и необозрима множество кривых симплексов вот представьте себе например сферу и рисуйте на ней сколько врезать всякие кривые треугольнички а можете еще склопывать любые образы вот каждая такая картинка непришедная область треугольника это образующая соответствующая группа сингулярных цепей это очень хороший вопрос спасибо бывает что я не ошибаюсь форму так как все в данном случае для каждого как своя компонента еще вопросы нет пожелания я хорошо спасибо за внимание да да а вот еще рассказали там был у нас один у нас который вот точный по сути рисунка да 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 вот вы сказали что отсюда следует что у нас значит сейчас количество людей это по крайней мере удвоенный род да как это объяснить дело в том что у нас две свободные группы в конце стоят и морфизм группы порожденной ребрами в группу ранга дворжей с юректитами это возможно лишь ситуация когда ранг группы порожденной ребрами превосходит дворжа превосходит удвоенный род вот отсюда и следствие а вытекает оно из того что после H1 вот самой поверхности стоит H1 от букета сфер тут существенная геометрия а у букета сфер первых гомологии нет еще лучше наверное не на что не ссылаться а представить себе любой цикл на букете сфер и осознать что он что-то ограничен или иначе говоря в букете сфер нет одномерных дырок как например торе спасибо ну не знаю у меня ну у меня у у у у